Всем привет! Вы на канале Мы из Эстонии. Мы сегодня едем все вместе, всей толпой на море гулять собак. Санта с нами не поехала, так как у нее болит горло. Решили ее оставить дома. Пускай лечится. Взяли только больших собак. Мы едем в интересное место. Называется она Кутрия мыс. У этого места очень богатая история. Летом туда люди ездят купаться, загорать, отдыхать, гулять. Там очень красиво. Там есть большой камень. Это про камень потом. Сейчас, а потом ты его покажешь. Нет, ну там много чего есть, я расскажу об этом позже. Скалок дырки есть. Скалок дырки есть. Там майнкрафтеры работали. Майнкрафтеры. Да, там ложка там будет, наверное, ложка. Ложкой, наверное, копал. Дорога к этому месту очень простая. Вы выезжаете с Нарвы по направлению Силамяя, едете по дороге. Поворот будет. Вот там Синемяевская горка. Вот не доезжая Синемяя, поворот на Усть-Нарву. Вот знак Усть-Нарвы 12 километров. Нарвы-Иссу написано. Ну да, Нарвы-Иссу. В Нарву-Иссу. Парад в Нарву-Иссу. Да, россиянам известен, скорее всего, это как Нарву-Иссу. Вот поворачиваем и едем дальше по этой дорожке вот заснеженной. После того, как свернули с дороги, которая ведет на Нарвы-Иссу, вы едете прямо вдоль деревьев в лес. Полезь. Сегодня нет никого, да? Слава Богу, что сегодня нет никого. Вы, видимо, уже уехали. В прошлый раз приехали 1 января, думали, никого не будет. А машин-то здесь было, все хотели отдохнуть. Здесь было столько желающих побрать на море, что мы аж прям обалдели. Всё, мы приехали? У нас пришло в декабре. И вот мы приехали на место, которое называется Удрия-Мэйс. Если дальше пройти в том направлении, там будет берег, море. Собаки, собаки рады. Донь, ну ты рад? Донь, рад. Доня уже рад. Доня уже пошёл. Да, Доня уже пошёл, Нора ещё сидит в клетке. Давай, ты уже выходи. Зимний лес, красиво так. Чтобы пройти к морю, надо пройти по тропинке, между деревьев. Собаки были много раз в этом месте, они уже знают, куда идти. Вон, Доня-то. Смотрите, какое красивое... Смотрите, какое красивое место. Мам, а я уже... Прямо какая-то картина Репина или Шишкина, я там была картина. Приделся тебе почитать. Ну, залезайте на бревно. Вот, наконец-то, тропинка привела к морю. Доня. Что там, Донечка? Ты уже на море. Что, Донечка? Идём, идём. А сейчас Нора утопится вон. Пошла уже по льду. Речушка замёрзла. Сегодня облачно очень. Небо даже такое серое, некрасивое. Но сегодня тепло. Пойдём гулять, пойдём дальше. Да, сейчас прилив, воды очень много. Обычно больше камней видно. Видно. Вот эти. На этом самом месте, сто лет назад, находилась усадьба Кочнева, или Кочнева. Находилась эта усадьба где-то в этом месте. И, ну, здесь был, короче, променад железобетонный, с купелями, с фонтанами. Всё было красиво, эти фотографии этого места часто очень использовались на открытках, на марках, и было очень популярное. Но в 1919 году усадьба сгорела, и это место пришло в упадок. Никто его восстанавливать, соответственно, не стал, никому до этого дела не было. И всё, это место опустело. Весь променад местные жители, видимо, разобрали. Камушки. Ну, короче, ничего, все мостики, которые были через речку, вот здесь видно, что вытекает. Все мостики через речку тоже ничего не сохранилось. Просто обрыв, ничего нет. Всё, пошли дальше. На фотографиях можно посмотреть, там было очень-очень красиво. Да. Вторая достопримечательность этого места, это вот этот камень. На этот камень в 1939 году была установлена памятная табличка, которая в 1940 году чудесным образом отсюда исчезла. И этот камень взрывали несколько раз, стали его стереть с лица земли в советское время, потому что эта табличка рассказывала о освободительной войне эстонского флота. В 1918 году здесь проходила какая-то операция, участвовало 6 кораблей эстонских. Значит, вышли эти корабли из Кунда, приехали в это место, был высажен десант прямо в самый тыл советской армии. Подробностей этой высадки я не знаю, так что вот. Но табличка была, значит, украдена, в советское время её здесь не было. Потом в 1990 году эту табличку снова сюда приделали, но ровно через год она чудесным образом опять исчезла. И уже в 1999 году здесь заново... Ты падёшь! И уже в 1999 году эту табличку заново сюда прилепили. Была здесь такая пучная церемония, были приглашены военные, был приглашен здесь оркестр. Всё это было здесь играло, шумело. Эту табличку водрузили, сфотографировали, сняли её и отвезли в дом Вайвора, там она до сих пор хранится. Но в 2015 году табличку сделали уже из камня, специально для того, чтобы её уже никто не воровал, не снимал, потому что до этого таблички были медные, их снимали, воровали. Но теперь в 2015 году табличку сделали из камня и снова прикрутили её на этот самый камень. Сейчас её не видно по снегам. Не, она, наверное, подо льдом, Андрей. Там льдом всё. Да, таблички мы сейчас с вами не увидим. Я обязательно... Я обязательно вставлю фотографию этого камня в летний период, где будет видать табличку. Потом ещё с этим местом связано ещё одно событие, которое произошло в 1944 году. В этом месте в 1944 году был высажен советский десант. Цель этого десанта была сделать маленький кипиш в немецком тылу, уничтожить несколько блокпостов немецких, ну, навести кипиш, чтобы немцы сюда притянули свои войска, пока они здесь с ними бы воевали. Армия советская в тот момент могла бы наступать с другой стороны. Короче, отвлекали, они на себя брали огонь. Было принято решение разбиться на несколько групп, и они прорывались с боем к железнодорожной станции Аувари. Ну, в результате всё равно все ребята погибли. Немцы на них очень много бросили сил. Они их бомбили с самолётов, применяли танки, пушки. С Нарвы сюда было вызвано Нарский батальон СС. Короче, всё, ребят 4 дня гоняли по лесу, в результате все погибли. Ещё помог хуторянин один. Расскажу немножко, что во время высадки на побережье работали очень много пулемётов. И пока десантники десантировались, очень много ребят было ранено прям в воде. И морем выбрасывало их на берег. А местные жители ходили с вилами, с лопатами, добивали их просто равнодушно. Били их тут на берегу и всё, добивали. Со слов очевидцев. Да, ну это со слов, да, со слов очевидцев. Потом ещё был такой случай, что несколько ребят у одного из хуторян спрятали сарай. Хуторянин побежал, доложил немцам. Немцы приехали, соответственно, этих ребят взяли в плен, пытали, мучили. Короче, во время войны местные жители очень сильно помогали немцам. Вот столько, много всякой истории связано с этим местом. Два раза высаживался десант в 20-м и 45-м годах. И было очень хорошее здесь место. Был дача, была усадьба. Здесь гуляли дамы с зонтиками. Наслаждались жизнью. К ним приезжали друзья из Санкт-Петербурга. Они здесь гуляли по вечерам, ходили по надбережной. Вот здесь, на этом самом месте проходил такой променад, по которым прогуливались дамы в пышных белых нарядах с зонтиками. У нас же не верится, да? А теперь здесь нора висит на палке и пытается её откусить. Ну что, давайте с вами теперь пройдёмся по этому самому месту, где примерно 120 лет назад гуляли дамы из высшего общества. И мы теперь здесь гуляем со своими собаками. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такое вот удивительное это место Удрия Мэйс. Много очень связано с ней всяких исторических событий. Ну а теперь здесь просто пляж. Летом сюда приезжают туристы, загорать, купаться, отдыхать, кто желает. Теперь мы пойдём сейчас обратно к нашей машине. Там рядом ещё есть одно место. Мы вам сейчас его тоже снимем, покажем и расскажем про него. Сейчас поругаются. Палка же единственная. Ай! И забирай, правда? Донь, пойдём! Прикольно, мам, реально. Вперёд! Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. И вот мы с вами поднялись на стоянку, где стоит наша машина. И сейчас я вам покажу ещё одно место, которое находится прямо рядом со стоянкой, где останавливаются машины. Вот, поворачиваем камеру в эту сторону. Здесь такой спуск к реке. И в этом котловане или овраге сделана была в советское время баня. Видимо, эта баня в советское время принадлежала какой-то организации. Здесь вот протекает река. Сейчас она частично замёрзла, её не видно. А так она вот здесь вот и выходит на море, там, где мы сейчас с вами гуляли. Здесь такая сделана дамба. Видимо, опускалась перегородка. Дамба эта удерживала воду. И в том месте набиралась вода. Была как маленькая запруда. Такая вот баня, такая банька сохранилась до наших дней. Речка вот так вот протекает. Вот так, так, так. Так огибает. И вот она течёт. Так, так, так. И вот там она течёт подо льдом. Летом здесь намного красивее. Здесь самое интересное. Здесь осталось... Я, правда, не знаю, это с тех времён, когда здесь была усадьба. Здесь вот, если посмотреть на берег, здесь видите, что берег уложен булыжниками. Сейчас плохо видно, всё снегу. Ну, такие дела. Вот такое вот место ещё есть. Есть. Ну, на этом, наверное, всё. Мы заканчиваем наш выпуск. Выпуск про мясечко Удрия. Мы за Удрия. Мы, в принципе, всё, что знали, сами рассказали вам. Если вы что-то знаете больше, пишите в комментариях. Ставьте большие пальцы вверх. Да. Подписывайтесь на канал. Да, если ты не редиска, ставь... Как там? Если ты не редиска, нажми лайк и ставь подписку. О, поняли. Если вы не редиска, поставьте лайк и подписку. Точно сказал Доня. Да, аж Доня аж подтвердил. А мы сейчас поднимемся к машине, сядем и поедем домой. На этом мы прощаемся с вами. До новых встреч. Не забывайте нас, пишите. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Но расскажи пока. Доня пока. Всё, головами помахали, всё нормально. Мы в лошадке смотрим. Ага, кто-то едет. Смотрите, справа, сон, обратно. Привет. И застыли, главное, да? А носы красивые. Все навезут. Ох. Ох. Здравствуйте. Носы погладить можно им? Да, да. Такая, ну, ничего не давать. Не, не, мы ничего. Не кормить их. Не, не, вообще ничего нет. Просто погладить. Заехали посмотреть. Сусняшки нельзя. Не, вообще ничего не даём. Не, нет. Привет. Привет. Дай поглажу тебе. Красивый. Красивый. А ты красивый, ты красивый. Ты красивый. Они не ругаются там, не сердятся? Ну, вот это вот. Уши загибают назад, тогда они зря. А, ну, это крысиную морду. Да, да, им не нравится. А, то есть, тогда лучше отойти, да? Ну, это она. Э, тёщи прозвала. А, тёщи? Ну, она постоянно ругается. Постоянно ругается. Ну, она сейчас, да, я к ней руку, а она что-то такая там фыркнула. Не, она хорошая, но такая вот вредная. Хорошая, ты хорошая. А если я пролезу? Ты тёща? Тебя зовут тёща? Давай подружимся. Ну, давай. Ну, иди поглажу. Красивый. Красивый. Да, красивый. Резких движений с лошадками не надо делать. Они тогда могут испугаться. А если ты спокойно ручку протянешь, то они как бы тоже будут с тобой спокойно. Её Сумпи зовут. Я даже не знаю, можно их кормить? Сумпи. 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 Ой, а зачем она так делала? Она из Финляндии, бывший спортсмен. Да? Порода американский рысак. Красивая. Ты поближе ей давай. Я. Она, наверное, не видит. Да, у них тут столько еды всегда, что избалованная они у нас. Ну, а что ты воешься? Она сейчас сама возьмёт травинки. Это тоже американский рысак, она уже старушечка. А вот почему её зовут чаще. Нам уже сказали. Это порода Тори, рыженькие. Её зовут Моня. Вот это Тори? Да-да. Её Моня зовут. Вот это рыженькую? Да, рыженькую, да. Моня. А эти почему побежали обратно? Красиво, да? Красиво, да. Ой, а что он делает? О, это он его, да, вот так вот? Андрей, он пошёл. Мама. Куда это обходите? Ладно, ладно, иди сюда, быстро. Отсюда, быстро. За сено вставай, а он. Куда он бежит? Он к ней, видишь, бежит. Он её взял? Вон в стадо бежит просто. А-а-а. Глянь, они прямо вот... Она его, да, вот, зовёт. Чего ты испугалась? Страшно. Какой он бежит, конечно, страшно. Он огромный, у больше их. И так-то страшно, когда лошадь бежит, не знаю. Смотри, как надо. Чего, молодец, дай поглажь. Всё, лошадки, пока. Красавицы. Умницы, девочки, умницы. Ну, так и не дашь погладить себя? Ну, так не даёт. Ну, дай, я тебе поглажу. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!